Привет! Все меньше остается времени до выхода нового поколения iPhone, а информации о нем становится все больше и больше. Все самое актуальное и важное в этом ролике. Инсайдеры и прочие сетевые информаторы решили, что Apple все-таки не будет называть новинку iPhone 12s. Суеверным пользователям не позавидуешь, ведь iPhone 13 так зловеще звучит. Но, как известно, на одном из основных рынков для Apple в Китае не любят цифру 4, а к числу 13 относятся спокойно. Со внешностью трубки вопросов остается все меньше и меньше. iPhone 13 будет подозрительно напоминать двенашку, но с некоторыми отличиями. Так ненавистную многими челку все-таки подсократят за счет совершенствования начинки для Face ID. Смартфоны станут чуть толще из-за новых аккумуляторов. Емкость аккумуляторной батареи у iPhone 13 Pro Max, которую инсайдеры называют зверем автономности, составит 4352 мАч. iPhone 13 и iPhone 13 Pro получат батарейки на 3095 мАч или на 10% больше, чем у предшественников. Впрочем, вряд ли автономность реально вырастет, особенно на прошках, которым достанется OLED-экран со 120 Гц. Но, как показал 2021 год, айфоны с их 5-нанометровыми процессами Apple Bionic и 14 оказались гораздо живучей, чем Android-флагманы с прожорливым Snapdragon 3.8. Что интересно, в младших iPhone 13 датчики камерного блока будут располагаться по диагонали, а не в столбик, как это сейчас. Оригинально, но пользы никакой. Стоит, кстати, ждать повторения этого решения в 2022 году в мире андроида. И, кстати, о камерах. Яблоко намерено развивать свою технологию стабилизации со сдвигом матрицы, которая была представлена в дорогущем iPhone 12 Pro Max. Якобы эта штука появится во всех смартфонах линейки. Аттракцион невиданной щедрости распространится даже на iPhone 13 mini. Так, стоп. Все же мы слышали, что Apple сворачивает производство 12 mini, который очень плохо продается. Да, но малышу, к счастью, дадут еще один шанс, что подтверждают точные макеты смартфона для производителей аксессуаров для Apple. Как по мне, новость это очень хорошая. Minic приятный смартфон, и не его вина, что мы привыкли покупать лопаты с диагональю экрана далеко за 6 дюймов. А вот ко слухам о подэкранном сканере отпечатков пальцев я бы относился со скепсисом. Вряд ли Apple в этом поколении вернет Touch ID, тем более в таком виде. Интересно, что купертиновцы не намерены уменьшать техпроцесс нового чипа, а 15 Bionic, который останется 5 нанометровым. Очевидно, что это связано с технологическими сложностями и очевидным преимуществом над Qualcomm'ом. Откровенно сел в лужу со флагманским процессором Snapdragon 888. Презентация линейки iPhone 13 якобы должна состояться 14 сентября. Вполне возможно, ведь традиционно именно в сентябре новые айфоны нам и показывают. Но гораздо интереснее информация от китайских инсайдеров о цене на смартфон. Так, стоимость iPhone 13 mini составит 700, 750 и 800 долларов соответственно за версии 64, 128 и 256 гигабайт памяти. iPhone 13 будет стоить 800, 850 и 950 долларов. iPhone 13 Pro обойдется в 1050, 1150, 1350 или 1500 долларов. Стартовая цена iPhone 13 Pro Max составит 1150 долларов, а топовая версия на 1 терабайт будет стоить аж 1600 долларов. Замечу, эти цифры даются для Китайской Народной Республики. У нас же айфоны будут явно дороже по понятным причинам. А как тебе будущий iPhone 13? Уже откладываешь на него или не нужно нам это яблоко и бесплатно? Пообщаемся в комментах. Лайк, подписка, колокольчик. Пока, пока.